всем привет с вами неумка и в этом видео речь пойдет о котле это новый данж на четыре человека в дополнение огонь амбиций вот соло прохождение на 40 и нас встречает первый босс парфир порочный несколько атак сам по себе босс несложный но в любом случае 5 миллионов хп дубина шоточа атака принципе легко на танка принимается в блок по простому проще увернуться и ничего страшного этом нет также у него есть ауешки котором выпускает увидели на м3 больших зеленых круга небольших точнее и вот бег у него есть все это не убивает вас в раз поэтому это не страшно также у него одна из самых на таких важных механик вот он сейчас будет это делать он вот получается выплевывает слизь там порядка пяти или шести три из них ползут к нему и раз-два не сильно боюсь две по мне вон стреляют сдалека накидывают принципе которые на мне накидывают это не критично они бьют конечно по три тысячи но это не страшно а вот те что к нему ползут с ними есть механика вот он сейчас начинает одного из них поедать и в этот момент становится сильнее то есть его атаки бьют значительно сильнее то есть мне прям переживать его было тяжело из-за этого я несколько раз рипнулся здесь но ничего потом адаптировался стало лучше потому что поменьше того что его одна атака мне пробивает и щит и почти все кпм так еще он тебе накидывает две слизи по твоям вот во всем остальном босс крайне слабый его усилить никак нельзя то есть хотя данный что-то здесь новый к сожалению механика очень такая простая рассказал не внушает оптимизма танк здесь все на изи перетанковывает можно с места не уходить никуда вот дэшка а тут есть такая еще механика я вот если видите поставил себе в качестве ульт псиджиков потому что когда здесь был с группой он одного из рандомно одного из сопартийцев закидывал в такую как бы клетку и вырваться из нее нельзя было надо было соответствовать своим сопартийцам разрушить эту клетку и вот я на всякий случай поставил себе джек потому что раз никого нет он именно меня закинет в клетку но по итогу есть раз я был один никого в клетку он не закинул это поспочем зря я не использовал ульту на нем вот потихонечку клуба и механики соблюдаем единственное говорю что не надо бояться это вот именно слизней когда он поедает слизня все остальное вот эти ауешки конечно это вообще для кого или сделаны три ауешки койка ползут непонятно что вообще что это это же новый данжи сделать их интересным о боже ну да с ним если проблем с этим боссом не возникает поинтереснее второй босс третий босс чтоб новенькая в районе четвертого босса на завязан власт босс тоже очень прикольная механика то есть вот это прям вообще печалька такой для разогрева даже самые несбалансированные пачки легко одолеют данный в принципе данж на целиком тут я старался его кайтить потому что не охота принимать его урон я не принимаю их без щита то есть он не ищет пробивает 16-тысячный и еще почти все хп вместе с львками этими товарищами соответственно я тут прям очень хотел это все принимать мир пару раз принял потом понял адаптировал состава проще вы довольно таки легко кайтить по крайней мере кувырком его атаки либо через блок все равно у него постоянно он мало дамажит light так внутри атаки провел сейчас пойдет в центр то есть не очень мало атак которые постоянно создают прессе я могу от него отбегать спокойненько такое себе удовольствие вот на тебя вызывает непонятные штуковины из-под земли такой у нас получился босс ну да смотрим в любом случае будем делать целиковый видос это будем смотреть рассуждать вот игру насколько все печально что даже уже рассказать нечего он сам о самом боссе потому что он слишком слишком слабый ничего интересного ничего нового печально какие-то ачивки есть если не убиваете какие-то эти эти дальние сферы которые в сфере слизь которые сдалека всех не убивать соответственно эти ачивки закрываете остался максимально не подпускать вокси потому что он сейчас будет вот сейчас особенно он стал сильнее стали отвлекается на свои какие-то механики на это все печаль печаль я решил не принимать урон от него покайтить почти добил в принципе все будем заканчивать упражнение парфир порочный прям порочный скорее пошлый или еще какой-нибудь интересный кто название придумал в чем его порог как вы считаете в комментариях ну же ну же на чуть раньше кувыркнулся поэтому решил продублировать кувырок потому что не раз нарывался на такую тему как надо не за две секунды практически за секунду все убили закончили наконец-то к замучились ну все босс такие толстые поэтому уф-уф-уф у нас следующий босс надсмотрщица векция много от него умирают группе вроде бьет не сильно сам он убьет очень слабо единственно вот есть него апперкот его кайте но если вы дэдэшка бояться надо всех его вот этих ауешек они прям бьют очень больно но в принципе как бы это я вот говорю побегал посмотрите все очень легко опять же я забыл поставить себе ульты опять с джеками хожу без ульт и поставил если видите третий скилл у меня прерывающий получается удар из ветки пост возрушения опять же поставил для того что мы играли в группе он на кого-то ниточкой что ли называет ну как очень какую-то связь с кем-то создавал и шотил того чувака с кем он на эту связь соответственно производил и надо было ему этот в этот момент сбить в каст я на всякий случай поэтому поставил себе по итогу вообще не пригодилось соответственно раз я один но ни с кем не связывался я и соответственно тоже на этом никакого преимущества не получил поэтому если в один они какие-то отсутствуют в принципе напрочь но к ним я был готов в любом случае и ульта и избивалка так линч могло помочь все что нужно знать об этом боссе вот если за товарищ вот когда мы к нему подходим подводим босса он создает типа вот круг и очищает эту зону от ауешек большому счету бесполезная фигня не знаю зачем это придумали я от этого никакого просто не увидел я конечно сейчас буду его водить к нему но по факту я думаю тоже не заметите что что-то изменится в лучшую сторону немножко появляются гварды гварды бьют крайне слабо да тут в принципе очень мало урона на он ходит меня вписи посмотрите то есть . вот только один момент вот здесь я нарвался потому что полуешь к этому если что вам надо не попадать в океа улежки вот все что нужно знать об этом боссе и горю если в группе то надо сбивать в какой момент надо сбивать сложно сказать я думаю я это увижу и соответственно сейчас я это не могу показать он этого ни разу не сделал ведь вероятность может на самого дальнего кидает не очень понятно что я тут зачистил гвардов чтоб лишний раз они не мешали кайтил апперкот потихонечку бил опять же гранюшку оплошал с ультой ну вот береженого как говорится берегут во всем остальном сколько у него урон там по 1000 1000 100 то есть ну гварда бьют по 1000 с копейками но это очень мало это прям катастрофически мало сам босс бьет сколько он бьет 4000 но это тоже очень очень мало нам это не страшно выведали посильнее вот в общем такой вот босс из приятного то что вот адаптирует тебя к передвижению в рамках одной локации взвод попался я внутрь наступил еще куда-то соответственно все контроли и прочее полезный опыт полезный тренинг иногда я нам необходим руки выпрямляет вот ради этого но действительно спасибо что когда выходила с группы я думал прям будет хана участвовать чуть не обрет жестко вообще этого босса прошел в первопытке если допустим первого босса я пару раз отлетал от него особенно той атаки когда он слизи слизня поедал вот именно тот момент я отлетал потому что я себе щита принимал и не знал насколько сильно это будет по мне бить вот по итогу то вот этого прошел с первой попытки принципе он как бы ну ничего из себя в принципе не представляет скажем потихонечку разваливаем 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 считуемся а вот именно last там прям божественно действительно вот last мне на этой арене понравился когда соло прохождение он является таким показательным сейчас до него будем двигаться и дойдем по итогу хороший хороший босс для тренировок да в треме всего ангел я прошел без хэма как без хардмода но в любом случае это прям изумительно с этим товарищем это уже потихонечку заканчиваем смотрщик смотрщикся векция самое главное невра втыкается апперкот апперкот меня шоке и поменьше наступать лужу все оглядывается смотрим заранее все маршрут продумываем куда будем отступать вот далеко отойдете он вас притягивает вот по сути вся суть стоите рядом принимаете неожиданно до заходить в эту зону большую не рекомендуем танку желательно тоже из нее выходить там тут нормально огребают эти ауешки прям уничтожают закончили с этим боссом переходим боссу номер три там был для меня неожиданный сюрприз на самом деле вот если вы группы мы ходили на этого раскаленный страж так называемый выглядит как реальная кукла и когда мы играли на нем с группой он действительно был таким чуть чуть разве сильнее чем этот каменный атронах так называемый который реальная кукла что же здесь заметил я возможно вот вот сейчас засунул руку и начал меня постоянно бить по 6 200 в секунду наверное я сейчас вот сижу без видео записываю думаю вероятнее всего эта ерунда башится скорее всего но я что-то ни разу не попробовал решил как всегда их переживу он получил достижение какое-то огненная завеса не знаю что это значит но видимо вот эту скилл надо было пережить вероятнее всего это башится потому что когда мы проходили группой я это вообще не замечал думаю танк у нас это прекрасно башил в один момент сколько-то ему ход в сонете он улетает называет двух своих атрона от ранахов лучше их убить потому что они потихонечку наплевывают наплевают они сколько они бьют по 3 раз узнаем по 3 900 по 4000 это довольно больно соответственно лучше их убрать лишние дпс мне тут ни к чему особенно вот в этой фазе опять же начал лазунул свою руку и начал меня просто сжигать а при этом еще есть два от ранах который мне еще накидывает по 4000 тут я немножко было очень жарко на самом деле очень круто для тренировки есть куда-то захотите что-то похожее он прекрасно учит воспользоваться вашим щитом то есть насколько важно вам надо именно найти баланс считать считаваться жить когда бить когда читаваться просто считаваться нельзя надо чем-то хититься надо наносить урон то есть этот баланс находить на ласте будет еще жестче но по итогу вот так потихонечку с ним расправился когда говорю мы были группы реально тут я вообще этого не чувствовал всего так что вероятно всего когда танк видит эту атаку она башится танку здесь не представляет ничего угрозы можно стоять возле волосы и абсолютно ничего не испытывать в этот момент не болезненных неприятных ощущений не болевых так что спокойненько по чуть-чуть оказываем бьем группа стоит центре по сути накидывает вот у нее большая сяуешка я так и не понял что она делает я не заметил от нее в принципе никакого урона возможно она бэббахнутая возможно давно шутить но нет она по-моему никакого урона не наносит где-то я в нее попадусь по моему уже скоро да решил я все-таки почистить на глазах потому что переживать еще один супер в летный дпс сорка не очень хотелось можно и оплошать а проходить во второй раз не очень хотелось от этого босса цены ты получился пройти с первой попытки то есть тут речь идет именно не о механике на именно конкретном просто буст бурства хилии давание так далее бьет очень сильно по 7 по 7 6 600 6 600 6 200 6 200 ну очень очень больно особенно крюка да вот него были театра нахи помощники расскажем его вот там был прям катастрофически в остальном груву если группой то вы должны почувствовать из меня тут как-то напряженно разливаем его огненный монстр окрасно называется почему монстр любопытно вот-вот-вот сейчас я попаду в нее а уклонение мне за счет засчиталось все я увидел возможно дамажит но сколько я помню там было что не особо чувствуется но мне тоже так кажется что она бьет есть никто не сильно так сейчас продолжим и так продолжаем простите прервали звонку двигаемся дальше тихонечку сливаем танкуем учимся танковать выживать какая же хорошая чемпионка в этом давление да она возможно хуже не по танк там потому что мы не мы теперь вы выбираем да хотя больше дамага наносить либо все-таки защиты все нашел некий баланс определенным но конкретно здесь мне никак не помогает а перестраиваться под каждом что мы тоже такое себе удовольствие а вот попал 11 бог кстати бьет сильно блок 11000 это это прилично так что это у ешку лучше вам кайтить не попадаться не о попал попал чуть не помер что прескуда они в траве скинулись по мне все вместе с боссом еще и босс начал свою опять линию разрушения выжигания почему я не догадался его башню в тот момент ну знаете когда вообще не играешь за танк и не понимаешь механик баша насколько даже проходил я крайне редко что пользуюсь этой функцией решил добивать босса потому что может все это все-таки решил добить монстра такой интересный получается страж группы вы его не почувствуете прохождение группы реально тут крайне легкая закончили переходим к следующему там не совсем босс там некая даже сверда механика что мы здесь имеем сферу по центру и шесть таких подсфер по краям смысл какой убить монстров мобов так скажем и появляется типа нефтяного пятна грубо говоря масло как его назвать которым мы должны за определенное ограниченное количество времени соединить соответственно центральную сферу сделать дорожку до двух или одной сферы или трех сфер даже которые боковые что я сделал сначала то есть в принципе когда вы бегаете с рандомами то есть две сферы как бы и центр соединить легко чтобы соединить три сферы и центр надо прям очень быстро бегать прям под бафами вот я допустим беру вот подо мной пятно идет я заединил первую бегу по второй вот и соответственно к центру теоретически можно бежать до 3 и потом соответственно бежать уже к центру в чем смысл когда вы каждая сфера имеет за собой как у дня некое количество мобов чем больше сферы вы активируете тем больше мобов у вас появится сейчас активировал две сферы довольно таки огромная большая пачка появилась мобов которые неплохо так бьет скупе скажем так я после убийства этой пачки пошел соответственно делать то же самое еще две сферы активировал там уже мобы посильнее появились и я не оттанковал с первым сферой попытки подумал блин это жестко не ожидал я такого подвоха а по итогу потом понял что мне проще активировать по одной сфере могут меньше спокойно проходится то есть никакого сложности особенно будет сложно на самых последних сферах потому что там будет появляться такой подбосушка большой такой мини дракончик ну или большой дракончик как посмотреть некий богдан так называемый да вроде он так так называется и вместе с ним еще парочку мобов которые довольно сильно бьют особенно это да вот я считаю это по одной будут соединять да для меня это займет больше времени но зато это даст никакую надежность нет никакого смысла не тут танковать миллион мобов я сюда не за этим пришел вот все мастера уничтожили еще одну появляется вот мог бы если будет уже не так много приступ порционно безопасного вот бежит ко мне огромный дырот в баране привет как башня белого золота выжигает он как видели нормально но его можно каять по кругу не очень удачно получается но в принципе на дистанции не очень короткая дистанция огня можно прям от него убегать это все позволительно на меня не достает товарищ опасные встречаться с ним не очень хотелось а в тот момент когда я активировал две сферы у меня было еще куча мобов там было прям опасно то есть вот эта пачка который сейчас убил и следующие которые сейчас я активирую да это все чуть больше времени занимает так что если что мотайте тут ничего интересно в принципе не будет вот берем петном и активируем следующую нас сильно замедляет этот момент есть ачивка которая ну необходимо закрыть сразу 3 чисто теоретически это можно сделать здесь одеться полностью сет набег да с кольцом там все это так махом пробежать да потом будет тяжело выжить конечно но зато ачивка будет закрыта вот представьте предыдущая пачка и вот эта пачка были вместе и как бы да а танковать их было катастрофически тяжело ну по крайне с неожиданностью не было прям тяжело я не знал что они настолько сильно бьют потому что не было практики с ними драки соло это был пару раз и все эти пару раз были с группой вот это очень опасно товарищ который закидывает просто огнем на поболую огненный вот этот он просто уничтожает своим огнем еще эти станет постоянно привязывают имейте ввиду место опасное в кругах не стоите фокусите вот это товарища опасно опасен огненный колосс принципе все у меня осталось две сферы немножко еще терпение тут а я больше для гарантии самое интересное что если я сейчас умру то вам я хочу заново а чего мне очень не хочется тут что-то у меня прошло не так я не помню что было перемотаю я я немножко отвлекся зажигаем еще одну сферу и да если я здесь умираю то будет печально потому что все заново это не быстро то есть по времени вот это проходило дольше всего скучнее всего дольше всего да вот на этой арене мы знакомимся с этим большим дэйдродом и он нам не нравится и таких дэйдродов будут на последнем боссе еще и есть вероятность их появления скажем так и при невыполнении некой механики поэтому товарищ жесткий имейте ввиду но танк в принципе здесь без проблем должен все вытанковать тут есть только парочка опасных да берем последнюю сдаем убиваем группу сейчас появится некий так дракон богдан так называемый имейте ввиду идет нехило еще огненный появится колокс все в этом группе будет не совсем приятные ощущения я хотел ульту дать но ладно покидал появился этот богдан я не понимал кто для меня тут самый опасный думал дракон по итогу оказался не дракона колосс подумать сообразил потому что он прям чуть меня не уничтожил что бойтесь колосса это больно с перепугу банку аж прожал не очень не хотел убирать и все это заново повторять уроном четырех это быстро заливается так что не так все страшно как выглядит у меня я как говорится все механики на себе прочувствую и не по разу любители тех тех механик скип это не моя это не про меня хиляется может башню я не успел это ладно не критично все добиваем закончили но это тоже как бы босс имейте ввиду с ним заканчиваем идем дальше и дальше у нас когда венец вишенка на тортике барон зодрус любопытный товарищ с очень сильным уроном вот у меня по 20 тысяч бьет своей атакой плюс у него есть удар молота он в этот момент шотит но меня по крайней мере и вызывает вот такие камушки наша задача эти камни ломать вот он сейчас еще раз опять каждый удар молота вызов камня плюсом бьет по мне по 20000 плюс появляются мобы которые тоже по мне наплевывают потом появляется такая механика идет огненное поле вот стена огня идет от которой попадать нельзя она убивает плюс него есть вот эта молниевая фигня которая вешает какую-то херню которая меня неплохо дамажит я был в группе я этого не замечал урона здесь прям меня уничтожало очень жестко самое сложное что здесь куча всего и не попасться в это и убивать камни и убивать могут и танковать босса кувыркаться от этих атак вот тут смотрите есть такие вот видите впереди было желтое кольцо скажем так девушка там стоит сейчас я его активирую наверно да вот когда проживание синергию то мы в один шот можем сломать этот камень то есть без напрягов это как бы своего рода такое упрощение с группы вы можете этого не делать и так легко урон заливается мне для слова было крайне тяжело я делаю так и так ей пользовался и без нее убивать на перебежках уже я поюзывал соответственно синергия вот с ним прям я попотел тут прям пришлось приложить всю скиллу вообще что она есть все попробовал хм конечно но там из вариантов она даже лайт атака меня убивает поэтому смело это так убивает но извините это невозможно на хм все то же самое только камней побольше все это поактивнее босс бьет посильнее ну принципе как всегда то есть ничего нового вот этот свою как скажем конусную атаку молниевую он будет бить в танка соответственно она может сразу на всех лечь в группе до появился вот а есть и смотрите если вы не уничтожаете вот этот камень от которой до столбы и в тот момент когда босс вызывает вот он сейчас будет вызывать огненную стену если вот именно эта огненная стена которая идет сломает камень то сто процента появляется какой-то моб и одним из этих мобов может стать тот самый большой дейдрот который помимо прочего бьет свои атаки почти по 10 тысяч по мне еще огнем дышит то есть появление здесь еще одного такого толстокожего сильно бьющего скажем так товарища мне тут прям критично я несколько раз доходил прям до последних стадий и здесь я все уже четко научился делать и никакого дейдрота по моему если не ошибаюсь не появится но много раз он выявлялся и даже доводил до конца ну там прям на границе пока видите все четко у меня полная стамина у меня полная мана я довольно таки легко кайчу все пока легко чем дальше мы больше воюем способом тем огонь появляется не чаще и уже ближе вот видите уже ближе стал две скажем так струны огня чем дальше на не знаю на нормале насколько далеко даже я соло его убивал в принципе вот это будет максимальный порог в близости огня я сейчас не добью смотрите камень появится из него мог вот нам появился уже кто-то но не страшно это какой-то огненный товарищ который закидывает ауешками сверху главное чтоб не дать рот соответственно не желательно не допускать чтобы камни ломалась стена особенно есть у вас все плохо с дпс если же у вас с дпс хорошо проблем нет вы основные камни вот убивает в самом начале и что там допустим сломала стена это не критично танк будет агревать на себя самых больших мобов остальных вы заливаете тупо урона вот я проезжал синергию в удар сломал опять поймал молнию за мной там бежит пачку мобов босс нахреначивает было прям потно умирать не хотелось осталось полтора ряма игру один раз дарил я его у него оставалось 50 жизни 50 и свалил я думаю ну капец вот но вот это все-таки удачная попытка до пришлось попотеть реально пришлось попотеть это не выглядит так что я пришел с первой попытки его убил нет так не работает ну возможно быть так может случиться но как бы у меня так не произошло не повезло не фортанул а скилыки не хватило плюс пока все изучал механик и прочее крайне тяжело но с крупы игры даже хм здесь выглядит крайне слабый вот чем дальше тем больше у меня проблемы начинаются с маны со стамени потому что движухи больше ведь у меня уже мало на на грани стамены еще пока есть хорошо но игры были ситуации когда прям все на грани то есть сейчас реально я прям в поту руки вспотели хочется пройти я уже замучился время мне ограничено тоже я не могу бесконечно сидеть и троить его хочется все-таки пройти здесь песен и как-то обратите внимание на пересмотр на минуте пересмотреть и некоторые мои фрагменты насколько часто я прожимал щит щит у меня просто работал как через часики кувырки у ворот и все 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 тут прям пропущу эту атаку умру пропущу один камень вероятность появления дайдрода практически для меня смерть вот еще я молнию ловлю про все это в молнии еще босс тут мажет ведь сколько говна это просто жесть я даже бафнуться не успеваю сейчас ушел на рыбовку и так успел бафнуть и то есть насколько все это тут жестко огонь уже максимально близко друг другу но на хэйме этот огонь будет еще ближе то есть там прям зоны между огнями будет максимально маленькие так что имейте ввиду опять я поймал ту молнию ее можно кайтить на самом деле у меня было несколько возможностей я не попадал в нее здесь я уже как нельзя спиной отступаю дерусь вот тут я хотел его очень добить и все в это вложил в этот бурс но он не умер до огня к сожалению вот просто раз я вот умер в этом моменте у меня был дайдрод говорю сейчас я не допустил появление дайдрода я максимально следил за камнями потому что ну нет это прям жестко и уаля победа свершилась на самом деле очень 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 сложный босс по технике выполнения проходимости это прям крутой данж мне понравился жестко да напрягает столько раз пришлось его потратить чтобы пройти но это того стоит очередной раз думаю свой скил повысил вот готов следующим испытанием вот еще один данж моей коллекции котел пройден а вам я хочу пожелать прекрасного дня или прекрасного времени суток в какой момент вы смотрите это видео и хочу пожелать вам побед вот всем спасибо большое всем пока пока